привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щедников и мы продолжаем разговоры и опыты связанные с реактивным движением турбинами и прочими интересными вещами в прошлом ролике я показывал вертушку феймана иначе его разбрызгивательный спринклер по-английски называют которая у меня вращалась при выбрасывании воздуха из сопел но увы нисколько не вращалась ни в одну ни в другую сторону при засасывании воздуха в сопла но в том ролике там еще был отрывочек опыта одного физика из гарварда у которого вертушка вращалась и в обратную сторону правда не так быстро и ссылочка на его статью ну и вдохновившись всем этим делом я решил обновить установку значит как она сейчас устроена вот здесь два подшипника стоят и трубочка ось на этих подшипниках снизу труба которая подведена к пылесосу а здесь устроена так что одна трубка входит другую но при этом соприкосновения нет так чтобы трение уменьшить а в качестве вертушки я сделал вот такую банку с двумя косо прикрепленными трубками такие устройства у нас уже обсуждались в ролике сегнерово колесо ну и поставил эту баночку на место ну давайте посмотрим как все это вертится сначала на выбрасывание ну вполне нормально на выбрасывание как и всякая приличная турбина она очень даже разгоняется а теперь мы сменим выбрасывание на всасывание и тут я увидел что вертушка тоже вращается причем она движется сопламе вперед но это еще не все значит в том опыте у этого человека из гарварда стояли супер подшипники очень качественные а здесь обычные подшипники хотя и промытые бензином я подумал что их можно по ходу опыта промывать ну вот прямо непосредственно перед испытанием давайте в трубочку бензин наберем капнем немножко в один подшипник и в другой видно что вращается лучше и я теперь это хозяйство снова запускаю на всасывание и вот эта турбина на всасывание разгоняется на всасывание до 30 оборотов в секунду обороты я снимал на вот эту камеру 240 кадров в секунду и смотрел вращение ну теперь посмотрим как она в таком состоянии ходит на выбрасывании давайте подкапнем еще главное верхний подшипник заливать турбинка разгоняется но для выбрасывания бензин не так много прибавляет и оказывается что на выбрасывание она раскручивается до 20 оборотов в секунду а на всасывание до 30 оборотов в секунду даже быстрее и это совершенно удивительно это то на чем нам следует сейчас поразмышлять и здесь мне удобно основываться на законе сохранения момента импульса турбина вначале покоилась ее момент импульса относительно вертикальной оси был равен нулю и если она потом вращается то это значит что ей либо был придан момент импульса входящим воздухом так сказать привнесен за счет того что как бы воздух вращался в ту же сторону и турбину завращал либо наоборот выходящий воздух уносил момент причем вот связанный с вращением в противоположную сторону а турбина вращалась ну туда куда мы видели сопламе вперед ну значит у нас есть две гипотезы и хорошо бы проверить в эксперименте какая из этих гипотез верна здесь можно поставить весьма и весьма простой эксперимент ну и давайте подумаем а каким образом мог уноситься момент импульса ну смотрите воздух влетает через трубки начинают вращаться в эту сторону а дальше может произойти такое у нас формируется воронка вихревая и по этой вихревой воронке воздух вращающийся уйдет в трубу ну как проверить правда это или нет но взять и подавить это вращение не дать образоваться воронки и для этого я взял кусок стальной ваты я его сюда аккуратно вставлю она сидит плотно и и вытягивать в трубу не будет устанавливаем вертушку ну и сейчас на выдувание мы видим что на выдувание все отлично работает воздух проходит через вату вылетая через сопла ну и вертушка вращается куда и и положено а теперь надо сделать опыт на вдувание внимаю переставляю значит всасывание посмотрим будет вращаться нет вы нисколько не вращается хотя вижу там вата шевелиться по кругу может быть надо добавить бензина бензина никакого вращения нет ну и тем самым мы подтвердили гипотезу действительно значит вращение при всасывании происходит за счет образования внутри вихря но этот вихрь сейчас погасили а если вату убрать воздух всасывается вихрь формируется и именно этот вихрь утаскивается внутри ну а теперь я хочу задать наш традиционный конечный вопрос ну смотрите через вихрь через момент импульса мы умеем уже объяснять что здесь происходит но у нас же есть всегда и второй подход через силы действующие на само тело вертушки и спрашивается а какие силы раскручивают вот эту банку когда воздух всасывается силы давления на поверхность банки как мы уже знаем из ролика сегнерово колесо но они все действуют по радиусу изнутри и не могут раскручивать а вообще кстати давление пониженное у нас в этом смысле атмосферное давление скорее давит снаружи когда мы всасываем ну да какие силы раскручивают куда они приложены ну я надеюсь что после всей этой серии роликов которые у нас уже были вы таки сможете ответить на этот вопрос ваши соображения на этот счет пишите в комментарии к этому ролику на ютубе и мы и и и и и и